Это программа Грани. Меня зовут Екатерина Петрова. Проблема экологии волнует, пожалуй, каждого жителя Оглегорского района. Разобраться с жалобами приехал сахалинский транспортный прокурор Дмитрий Лосев. У нас каждый день в поликлинике очень много народу. Вот знаете, если так вот по чесноку, да, мы живем в грязи. Не только Германия, уже и другие страны отказываются от этого, потому что это грязное, очень производство. Пока еще востребованное, да, но оно грязное. И его, допустим, конечно, добывать никуда не денешься. Пусть добывают они, да, но только добывают в соответствии с посланием президента. Людей беспокоит уголь и все, что с ним связано. Это его хранение, это его перевозка по дорогам общего пользования, потому что есть сопутствующие какие-то издержки, есть сопутствующие неудобства. Люди говорили о том, что идет рост дорожно-транспортных происшествий с участием большегрузных машин. Здесь я вижу решение этой проблемы в нескольких направлениях. Вообще, что мы имеем от этого солнцескоугольного разреза? Первое, это разбитые вдоль и поперек дороги и мосты. И, что интересно, они ведь сами не ремонтируют наши дороги и наши мосты. Все происходит за счет государства, получается. Уголь перевозят по дорогам общего пользования. Очень часто происходит ДТП. Люди и жалуются, и, самое главное, просто боятся. Сегодня при личном приеме в Углегорске этот вопрос неоднократно звучал, в том числе и звучали цифры, люди приводили определенную статистику. То есть я вижу, что граждан это беспокоит, они приходят подготовленные на прием. Да, люди говорили о том, что идет рост дорожно-транспортных происшествий с участием большегрузных машин. Здесь я вижу решение этой проблемы в нескольких направлениях. Здесь должны в совокупности работать муниципальные власти, органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения. То есть этот процесс нужно упорядочить. Упорядочить еще одну сферу призвал президент России. И это точно актуально для Углегорского района. Здесь самый высокий показатель добычи угля на Сахалине – миллионы тонн ежегодно. Последствия получения прибыли за счет природы видит каждый местный житель. Здесь, подчеркну, наши подходы в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер. И ревизии, безусловно, не подлежат. Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. Получил прибыль за счет природы? Убери за собой. Предлагаю также окрасить экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет. И целимым образом эти деньги направлять на ликвидацию накопленного вреда и оздоровление окружающей среды. Пленка плавает на воде, особенно в районе Кереплюя. А в квартирах невозможно тоже открывать окна. Если на целый день окно оставить открытым, то и подоконники, и пол, и пыль – это ужасно, конечно. Еще один вопрос – это угольная пыль. Были ли жалобы, и что будете делать? Как я выяснил, в Шахтерске установлен специальный прибор, который определяет предельно допустимую концентрацию содержания угольной пыли в воздухе. Сейчас ту же самую информацию я уточняю в Углегорске. По прибытию в Южно-Сахалинск я запрошу статданные у Министерства экологии по данным поселкам. И если факты именно превышения предельно допустимой концентрации будут выявляться, посмотрим на то, как отреагировали, во-первых, местные власти, а во-вторых, контролирующие органы. Значит, учитывая и поручения президента, и неоднократное обращение внимания генеральной прокуратуры на этот вопрос, на нашем контроле всегда остаются вопросы принятия предприятиями, которые занимаются открытой перевалкой угля, всех пылеподавляющих мероприятий, снижение негативного влияния на окружающую среду. Ну и если будут какие-то, скажем так, прямые обращения граждан, то, конечно, по каждому факту мы будем разбираться. Сначала надо строить очистные сооружения, потом карьеры, а у нас все наоборот делается. Я хочу жить в городе и более безопасно. Поэтому, ну, пока уголь добывается, тогда пусть они изготовят коллектор. И не в нерестовую реку, а сливают его туда, согласуюсь с Министерством ЖКХ, потому что собираются строить очистные сооружения. И коллектор где-то пойдет вот тут, в низине, может быть, где-то около этого канала. Поэтому вот это надо, чтобы было увязано с брасываемой водоразреза, канализационные вот эти стоки. Тогда это было бы правильное решение. Очень острая тема – это чистота воды в Углегорском районе. Я знаю, что есть недоверие к тем очистным сооружениям, которые стоят у компании. Вопрос тоже сегодня прозвучал, и прозвучал он очень развернуто. Здесь тоже я вижу несколько направлений решения этого вопроса. Значит, первое – это государство на сегодняшний день очень жестко регулирует деятельность по недоразработкам. И при функционировании предприятий данного производственного цикла, там необходимо проведение целого ряда подготовительных мероприятий, как то экологическая экспертиза и вопросы очистки тех отходов и той отработки, которая сливается в реки. Это первый вопрос. Расчистка берегов и этой реки тоже очень переживают люди. И этот вопрос даже задавали губернатору, когда он приезжал. Ранее в прокуратуру поступала информация о том, что часть реки была засыпана грунтом, что вызвало определенное домбирование реки и подтопление определенных участков. Сегодня у меня запланирован выезд на эти участки. Я хочу своими глазами все посмотреть, потому что ту информацию, которую предоставляли жители, в том числе съемки с квадрокоптеров, они говорят о том, что в этой ситуации необходимо разобраться. То, что касается, опять же, возвращаясь к первой части вопроса по чистке, очистке руслу реки, то это работа сезонная, она должна проводиться в весеннее время, чтобы не вызвать ни паводка, ни какого-то еще подтопления. Поэтому все эти вопросы, если есть необходимость, мы будем рассматривать, в том числе во взаимодействии с районным прокурором. Черный дым, ветер с моря. Я пиво не пью, но претензия к пивзаводу такова, что от него идет, нужно ставить очистное сооружение на эту трубу, потому что идет полностью вторая дымка вдоль стопки по этим всем домам. По поводу трубы в центре Углегорска у нас стоит пивзавод, дым темного цвета, есть ярко выраженный запах. Что тут можно решить? Да, пришла девушка сегодня на личный прием, принесла письменное обращение по поводу этой трубы. Здесь будем разбираться. То есть у предприятия должны быть согласованы объемы выброса. Если они превышены, значит вопрос будет решаться контролирующими органами о привлечении к ответственности. Если выбросы не превышены, то мы рекомендуем просто проводить с населением разъяснительную работу. Если подводить итог, на что будете обращать внимание в первую очередь? Функционирование портовой инфраструктуры все-таки в вашем районе три крупных порта действуют. Значит мы в любом случае по итогам выезда я запланирую встречу с руководством этих портов, которые находятся в Южно-Сахалинске. Доведу до них те вопросы, которые прозвучали. Выслушаю их позицию очень внимательно, потому что очень часто позиция бизнеса и позиция простых людей, она всегда расходится, но прокурору необходимо слышать всех участников диалога. Но решение будет приниматься в строгом соответствии с действующим законодательством. Естественно, что я вижу и выезд это подтверждает, что вопросы соблюдения экологического законодательства это у нас приоритет и они остаются в зоне особого внимания. Мы будем за ситуацией наблюдать в динамике. Пожалуйста, прямая связь с прокурором. Всегда можете позвонить, всегда можете до меня довести информацию. Если ситуация будет требовать моего личного участия, для меня абсолютно не проблема. На следующий день быть здесь, видеть со своими глазами. Когда примерно, я понимаю, что это рабочий процесс, сождать каких-то первых результатов? Значит, тут нет ничего примерного. У нас очень строго определены сроки рассмотрения обращений граждан. Значит, по всем письменным обращениям, которые поступили в течение 30 дней, должен заявитель получить ответ обязательно. Значит, как правило, я практикую сейчас при даче ответа заявителю. Я с ним стараюсь встречаться и разъяснять существо данного ответа. Потому что зачастую люди, которые обращаются, они смотрят на ситуацию со своей обывательской, активной гражданской позицией. И зачастую, давая человеку отмет, мы все равно ссылаемся на действующие нормы законодательства. И как прокурор я веду и разъяснительную работу в том числе. Для этого нет необходимости людям будет приезжать в Южно-Сахалинск. Я изучу возможности для того, чтобы дистанционно, посредством видеоконференц-связи, встретиться еще раз с каждым заявителем. Вы знаете, для прокуратуры нет острых или неострых проблем. Для нас любой сигнал от граждан, любой сигнал от заявителя, он важен. Есть просто специфика тех или иных обращений. По всем обращениям сейчас проводится проверка. О результатах углегорские новости обязательно расскажут. Но это точно был не последний приезд сахалинского транспортного прокурора в наш район. Меня зовут Екатерина Петрова. Это была программа Грани. До скорой встречи.